Здравствуйте, это программа ДокТок с Эвелиной Закамской и тема нашего сегодняшнего выпуска диспансеризация, забота о здоровье или бесполезный выходной. Все мы знаем, что иногда опасные заболевания могут протекать бессимптомно и вовремя обнаружить их позволяет бесплатный медицинский осмотр, бесплатное медицинское обследование, которое сегодня доступно каждому гражданину нашей страны. Почему же россияне не торопятся воспользоваться этим правом? Почему многие из них считают, что диспансеризация ничего не дает, а врачи недовольны непомерной нагрузкой во время профилактических осмотров? И какие обследования действительно помогают обнаружить опасные заболевания? Об этом мы сегодня говорим с нашими гостями и я с удовольствием приветствую в нашей студии Бадму Николаевича Башанкаева, хирурга-онколога, председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. Бадма Николаевич, приветствую вас. Павел Олегович Богомолов, главный гипотолог Московской области, кандидат медицинских наук. Павел Олегович, спасибо, что вы сегодня с нами. И Юрий Александрович Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Итак, российская система диспансеризации, скринингов, нужно отдать должное тем государственным решениям, которые приняты на сегодняшний день, продолжает действовать одна из самых широких в мире, одна из самых доступных. Многие иностранные гости, врачи, ваши коллеги и наши с вами коллеги, Юрий Александрович, пациенты восхищаются и недоумевают. Неужели в нашей стране такое возможно? Так много обследований, так много прийти и проверить и узнать о своем здоровье. Так ли это хорошо на самом деле? И почему очень многие россияне считают, что диспансеризация это все-таки больше профанация, нежели полезное дело? Вопроса два. Так ли это хорошо? Конечно, диспансеризация это крайне важный элемент системы здравоохранения. Он направлен на профилактику, в первую очередь, выявление на ранних этапах заболевания. И мы, как Всероссийский союз пациентов, изначально поддерживали эти инициативы. А вот почему не заводится, как говорится, да? Почему не идет, как хотелось бы? Тут причин много. Первое, наверное, общее наплевательское отношение нас к своему здоровью. Пока у нас что-то явные, какие-то признаки заболевания не появятся, мы к врачу не идем. И нет времени, значит, все хорошо, зачем я пойду на диспансеризацию? Это первое. Второе, не веря в диспансеризацию. Не веря в то, что определенный набор исследований, опросов, диалог с врачом приведет к выявлению каких-то серьезных заболеваний, когда человек недоволен тем набором исследований, которые есть в диспансеризации. Ну и, наконец, очереди, время человека. Он считает, что он лучше потратит свой выходной день, если это свободное время, на какие-то другие вещи. Опять-таки, приоритетах другое, а не собственное здоровье. Это то, что на плаву, да? Но есть и много других моментов. Работа первичного звена, прием врача. Но я думаю, что еще эти темы мы обсудим. Вы проходите диспансеризацию, рекомендуете членам своей семьи, своим коллегам, своим сотрудникам проходить диспансеризацию и говорите, коллеги, нам нужно это сделать. Я прохожу диспансеризацию как хронический больной. И, кстати, есть такой парадокс. Я болен гемофилией. Так вот, в Швеции продолжительность жизни больных с этим тяжелым жизнеугрожающим заболеванием выше средней по населению. Причина – диспансеризация. Хотим мы или не хотим, мы идем к врачу, и проводим другие скрининги не только по нашему основному заболеванию. Да, и приятно. Вот сын недавно заявил, что пройдет диспансеризацию, так сказать, скрининг. То есть приятно, что ситуация меняется. Давайте посмотрим, почему россияне не хотят проходить диспансеризацию. Это россияне, которые не проходят диспансеризацию. Чем они это объясняют? Отсутствие необходимости в этом 14%. Вот это отсутствие необходимости, я думаю, можно по-разному трактовать. С одной стороны, ничего не болит, с другой стороны, никто же не требует. Это тоже интересный тем. Нехватка времени. Ну, понятно, времени никогда не хватает. Некачественно неэффективное обследование. Огромные очереди сложности при записи к врачу. Обратите внимание, кстати, не так много об этом говорят. Всего 9%. Отсутствие информации о существовании такой услуги. Ну, можно предположить, что не все заходят на сайт госуслуги, и не все видят информацию о том, что можно пройти бесплатное медицинское обследование. Бадмай Николаевич, скажите, пожалуйста, какие знания получают государственные люди по итогам диспансеризации? Что она позволяет выявить? Что мы знаем сегодня о здоровье россиян? Система диспансеризации Российской Федерации, как вы уже метко отметили, одна из самых обширных во всем мире. Государство бесплатно предоставляет возможность любому жителю с 18 лет и почти до бесконечности узнать о своем здоровье. Идея всей диспансеризации, она широкой гребенкой идет по населению и высевает, так скажем, состояние в ранних начальных проблематиках. Это сердечно-сосудие заболевания, это диабет, это онкология, к сожалению. Сейчас, помните, появилась дополнительная диспансеризация постковидная, углубленная, так скажем. Ее задача – пораньше увидеть заболевшего. Ведь мы все прекрасно понимаем, для чего это делается. Раньше увидел – проще лечить. Чем позже увидел, тем сложнее лечить. Особенно онкологические заболевания. Что оставляете на врачах? На врача? Номинальные отношения. Очень номинальные отношения. Когда тебя из-под палки гонят на выполнение плана, а мы помним плановую систему, план – это хорошо, но в диспансеризации они остаются именно сутевой части. Понабрали мы анализов, получили в кучку. Кто-то должен сесть и 25-30 минут рассказать пациенту. Слушай, вот здесь вот у тебя в анализе есть легкое нарушение интеллирации к глюкозе. Надо подумать. А вот здесь я вижу, что-то АЛТСТ у тебя немножко хулиганит. Что-то вы кушаете не то, а вот масса тела у вас понабралась. У нас же ожирение, страшная трагедия. А вот здесь, смотрю, вы чуть чистите. Или у вас ритм не совсем тот. То есть тут нужен вдумчивый терапевт, аналитик, который все соберет и расскажет будущее для этого человека, проходящего диспансеризации. И нормальный, здравый, скажет, слушайте, Иван Иванович, по правде, а я что-то как-то не подзабыл. И мама у меня же от сердца погибла, к сожалению, и папа. И задумается. Вот номинальщина не нужна. То есть главная проблема сегодня – это когда человек получает много информации о своем здоровье, но спрашивает, а что мне с этой информацией делать? И некому ему ее объяснить. Но вы справедливо сказали еще о другой стороне вот такого номинального подхода, когда у врача нет возможности не то что пообщаться с пациентом, а в принципе понять и оценить результаты исследований. И они сказываются на статистике. 87 миллионов россиян по статистике в 2023 году прошли диспансеризацию. Было выявлено 6 миллионов заболеваний. Это, мне кажется, очень мало. Это же меньше 10%. Как ли мы здоровы? Я соглашусь с коллегами, но сформулирую это чуть-чуть иначе. Результат диспансеризации, к сожалению, не влечет за собой каких-то обязательных последствий в виде дальнейшей медицинской помощи в рамках программы госгарантий. Но что толку, если у человека выявили гипертонию? Это означает для него только дополнительное бремя. Он должен идти покупать препараты, записываться к кардиологу и так далее, обследоваться с какими-то проблемами и так далее. То есть если бы был полный цикл медицинской помощи, выявили на скрининге у пациента, не предъявляющего никаких жалоб, тут же обеспечили стандартизированную диагностику, тут же обеспечили соответствующее лечение, конечно же, это бы гораздо сильнее мотивировало. И, наверное, первый пункт, 9% отсутствия необходимости, я в том числе интерпретирую как отсутствие гарантированного пути пациента. Маршрутизация такая, да? Вот этот маршрут, он не боится. Это для меня первая часть, а вторая часть, ну я согласен, в принципе, мы так избалованы бесплатной медицинской помощью, что и диспансеризацию воспринимаем как нечто, ну вот что-то там нам придет, оно и так придет, оно мне положено, хочу сейчас, хочу завтра. Поэтому и вот эти менее 10% выявленных хронических заболеваний, это, конечно же, явно невысокий уровень выявления болезней на ранних стадиях. Ну и возвращаясь к доказательной медицине, я, конечно, потрясен. Оказывается, мы понимаем, что диспансеризация у нас нерационально избыточна, мы тратим огромные деньги на выявление болезней, выявление которых на этой стадии не влияет на исход. То есть, грубо говоря, это не очень эффективное расходование финансовых средств. Ну и справедливости ради, это постоянно эволюционирует, и я помню, как эволюционировала система диспансеризации, когда на нее сначала появлялись очень много исследований УЗИ, потом они где-то стали сокращаться. Анализ на скрытую кровь в калии, помните, тоже появился не сразу, сейчас он есть. И мне кажется, на сегодняшний день она выстроена. Вот многие спрашивают, например, онкомаркеры, нужны ли они в таком количестве в скринингах? Все трое скажут, они нужны у здорового человека только для заработка лаборатории. Вот все. Так, но они, тем не менее, присутствуют. Ну, там один маркер ПСА, он... У нас один маркер при циррозах печени, альфа-фетопротеин. Да, но опять же, ох, диспансеризация, она задумана гениально, она очень классная, она вообще очень... Целеполагание хорошее. Конечно. Оно правильное. Ну, вот натыкаемся на сложности. Иногда номинальное отношение медицины и пациентов приводит, что мы ожидали, что диспансеризация приведет к 0,3% являемся дополнительно онкологических заболеваний. Сколько реально? 0,03. А иногда даже вообще не находим. Раз так бывает? Нет, не бывает. Что дальше из интересного? Огромная часть частных клиник так или иначе выполняет элементы диспансеризации. Они не залетают в государственную систему. Вообще никак. Мы не знаем, что с этим пациентом. Вместе с Марьяной Лысенко, вместе с Денисом Проценко доложились президенту о том, что надо как-то поддерживать людей, которые ведут здоровый образ жизни. И вы прекрасно помните, те, кто сдают диспансеризацию и ГТО, получат теперь налоговые вычеты. Здорово же? Здорово. Занимайся спортом по возможности. Адаптированная будет схема. Мы проговорили, что пациенты, например, инвалиды, они же не могут ГТО сдавать стандартный. Пусть сдают адаптированная диспансеризация, пожалуйста, налоговый вычет. Но некоторые страны, о которых мы прекрасно знаем, соседние даже, сопредельные, они говорят так, вот вы молодой человек, вы расписаны диспансеризацией по таким-то срокам. И вы сказали, как нигилистически, не хочу ходить. Вот у вас случилось заболевание тяжелое онкологическое, теперь сами несите бремя финансовое лечение этого заболевания. А если же вы следовали четкой рекомендации медицины, и оно, к сожалению, выскочило у вас, ну на ранней стадии, но выскочило все бремя лечения на государстве, тоже здраво, согласитесь? Хороший инструмент, но вы правильно нас подвели к ответственности пациентов. Ведь на сегодняшний день очень многие эксперты видят проблему диспансеризации как раз в том, что вся ответственность за ее проведение переложена на медицинские учреждения, а по сути на врачей. То есть медицинское учреждение должно собрать у себя, отчитаться, собрать как можно больше людей, поэтому очень часто мы приходим и узнаем, Юрий Александрович, узнаем о том, что мы проходили диспансеризацию, хотя на самом деле у нас там даже рядом не проходили. Дистанционные диспансеризации, когда человек прошел уже. Да, давайте я хочу попросить показать, с какой проблемой столкнулись россияне при прохождении диспансеризации. Это надо, чтобы в поликлинику пришли те, кто туда не ходит. Был там пару раз, все кашляют, чихают, толкаются, не вижу причин толпиться в рассаднике бактерий, пишет один из наших пользователей. Пустая трата времени, знакомая проходила, потом пошла на прием, говорит терапевту, что проходила недавно, ты ответила, что отправляется в архив, и в компьютер ничего не водится, но это, я так понимаю, какие-то технические проблемы. Прошла все круги ада диспансеризации, в результате карту диспансеризации потеряли. Это привет цифровому здравоохранению. Так и в электронной истории болезни будет. Электронной истории болезни тоже потеряли. И ее тоже потеряли. Но тем не менее, сейчас возвращаясь к главному вопросу, все-таки про ответственность врачей. Справедливо ли это? Мне кажется, не до конца справедливо. Каждому вложить из врачей, которого посадили на диспансеризацию, вложить в уши, в сердце, какой он важный человек, сложно. У нас выгорание у медиков идет большое, и вы видите кадровый голод, который существует. Ты хорошего кардиолога на диспансеризацию не посадишь, потому что он у тебя один на 100 тысяч, собственно, населения, и он тебе должен работать там. Надо расширять все-таки, сердобольных людей брать. Очень много сейчас, кстати, перенесли на немедицинских работников. Знаете про это? Варенбурге, в Сахалине, там сидят специальные люди, они не врачи, а это часто люди, которые... Чек-листы. Да, чек-листы. Они могут поговорить по-человечески? Они чек-листами подводят. Вообще вот в некоторых странах, опять сопредельных, тоже с азиатскими раскосными глазами, там прием врача иногда длится 3 минуты. Потому что к нему доходит пациент уже со всеми исследованиями. Полностью обследованный. Вот так. С собранным анамнезом полностью. Мне иногда пациент входит в кабинет, и мне уже по походке, по взгляду понятно его заболевание. Я просто иногда для приличия целых 10 минут с ним общаюсь, хотя и так понятно, чем его лечить. Но вы как вам, как проктологу, должен быть понятным? Не совсем. Врачи неохотно идут на диспансеризацию. Сами участвуют. Нет, не на проверку, а участвуют именно в проведении диспансеризации. Это тяжелая система, палочная иногда. Палочная. А как по-другому? Вот ключевое слово. У нас 100 миллионов теперь на этот год поставлена задача, насколько я помню. Да, 100 миллионов? По-моему, да. Да, 100 миллионов. Я даже не знаю, как 100 миллионов. Ну как, как. Вот Юрий Александрович расскажет, как за него прошли диспансеризацию. Теперь, возможно, вы пройдете ее дважды. А давайте вот, убирая приписки, которые, конечно, наносят огромный вред вообще и имиджу, и экономике, и так далее. Я имею в виду, когда пациент не приходил, а ему просто записали. Насчет с того, что это деньги, да? Это уже из бюджета все равно визит же оплачен, диспансеризация оплачена. Это ужасная история. По идее, я к чему хочу призвать. Я думаю, что здесь мы союзники. У нас открывается в регионах возможность смотреть в личном кабинете те услуги, которые оказаны по системе ОМС. Диспансеризация там выскочит, и если это происходит, то не надо молчать, просто надо заявлять о таком факте. А куда заявлять, кстати? В страховую медицинскую организацию, в ТЕРФОНД, в администрацию той поликлиники, где выскочила фиктивная диспансеризация. Диспансеризация. А давайте все-таки, вот я хочу высказать свое мнение. Знаете, я всегда вспоминаю этот старый анекдот, когда приезжает большое начальство в больницу, главный врач принимает, говорит, спасибо огромное, оборудование купили, палаты, ремонт сделали. Все отлично, но пациенты мешают, конечно, работать. Да, до сих пор. Вот пациенты мешают проводить нам диспансеризацию, срывают ее. Давайте все-таки исходить, что в пациенты действительно все мы, как бы пинять на зеркало-то не стоит. А что с этим делать? Значит, я к своему любимому термину пациент-ориентированность, которая предполагает другой диалог врача и пациента, информирование пациента о значении лечения, или в данном случае значения диспансеризации, мотивации и информирования пациента. Потому что, вот вы говорите, очереди уже нет. Меньше. А у народа штампы. И поликлиника – это очередь. Значит, я получал один раз за всю историю смс-уведомления о диспансеризации. Потом, наверное, на меня, может, плюнули или еще что. А я ни разу не получал. Все ли список занесли. Да, или вычеркнули из списка живых, не столь важно уже. Значит, понимаете, ну мы не можем формально, ага, этому выслали смс-очку коротенькую, да, что вам положено. Значит, должна быть очень широкая информационная кампания. Это нормально. Мы должны объяснять людям значение. Она и уже идет. Мы видим нацприоритеты, хорошая, красивая реклама. Мы видим это везде. Да. В общественном транспорте. Это надо продолжать. И, конечно же, к разговору диалога врач и пациента. Если приходит хоть раз пациент, он должен быть, конечно, врач должен его мотивировать на прохождение диспансеризации. А когда вот у меня последний скандал, пациент в рамках системы государственной гарантии не может два месяца попасть к специалисту, он по-прежнему 52-й, понимаете? А ему срочно нужно к врачу, потому что иначе он следующий год будет, останется или без лекарства, или с неправильной дозировкой. А потом будем говорить, а он недисциплинирован, потому что вот эта история, что он не может записаться, она за скобками. Есть факт, что он не пришел к врачу, правильно? Должно быть, это же дорога с двустороннего движения, должны быть и положительные стимулы, и негативные стимулы. Еще раз, какой стимул здоровому молодому парню идти сейчас на диспансеризацию? Я прошу прощения, маленький комментарий еще у меня. Мы все другие, да, и сказать, что ты должен идти на диспансеризацию, это уже не работает. Поэтому, когда мы Всероссийский союз пациентов реализуем информационные кампании, мы строим портрет пациента с разными возрастами, социальными статусами. И ищем ключики, как подобрать ключики, и пациенту, и его семье. Можно ключик, да? Пациент начинает отвечать за то, что он прошел или не прошел диспансеризацию. Когда за это отвечает не врач и не медицинское учреждение, начинает отвечать пациент. И, как справедливо сказал Бадмай Николаевич, если обнаружено онкологическое заболевание на поздней стадии, а у тебя были все возможности пройти диспансеризацию, то наступает момент ответственности. Как вы к этой идее относитесь? Как общественная организация пациентов? Вы спрашиваете сопредседателя Всероссийского союза пациентов. Абсолютно. И отдаю себе в этом отчет, заметьте. Да. И я тоже отдаю отчет и хочу сказать, что крайне настороженно. Давайте объясним. Потому что что у него, какой у него багаж, что там произошло, вот как я привел ситуацию с попаданием к специалисту, да? Если мы вводим такие жесткие нормы, которые, безусловно, населением не будут приветствоваться, и мы должны понимать политический аспект таких решений. В этой ситуации мы не знаем, какой был бэкграунд, мы не знаем, что происходило. Мы знаем, что человек столкнулся с онкологией. У нас есть программа государственной гарантии бесплатной медицины. Но мы знаем виды онкологических заболеваний, которые выявляются на ранних стадиях. Если мы проходим вовремя колоноскопию после 45 лет, например. Я юрист. Если мы делаем маммографию. Я юрист. Да, да, да. Понимаете, нам кажется, эта норма замечательная. Но когда мы ее переносим на все население с разнообразием, выявляются массы ситуаций дискриминации, несправедливости. Поэтому если мы идем к повышению уже юридической ответственности населения за прохождение диспансеризации, я не отрицаю, что такие механизмы нужно разрабатывать. Может быть, не столь радикальные в отказе полном медицинской помощи. Но мы должны говорить о том, что такие механизмы должны учитывать особенности. Потому что кто-то в городе, кто-то на селе. А смотрите, у вас же помечено, что вы проходили диспансеризацию или не проходили. Если вы в течение 5-10 лет, сколько развивается, Бадмай Николаевич скажет, опухоль в кишечнике? 8-10 лет. Да, 8-10 лет. И 8-10 лет, начиная с возрастного определенного маркера, ты не проходишь эту диспансеризацию. Я прекрасно вас понимаю, что есть закон, а есть правоприменительная практика. И они часто сильно не совпадают и различаются. Есть прекрасная идея диспансеризации, которая родилась в красивых кабинетах и, в общем, была разработана с лучшими благими пожеланиями. И есть то, что мы сегодня обсуждаем. Очень много нюансов. Я хочу спросить моего коллегу по правую руку, учитывая специализацию, Бадмай Николаевич. Вот в рамках диспансеризации, колоноскопии. Она входит во второй этап, если есть первый этап. Она с анестезией. Сейчас, согласно рекомендациям нашим. Рекомендациям. Вот. Хороший вопрос. А вы же пригласили пациента. А я буду, простите, отбиваться. А мне больно называется. Да, это очень больно. И народ это знает. Я два раза делал, это не очень больно. А я тоже два раза. Один с анестезией, а первый раз без. И другой без анестезии. Это очень больно, говорю. Я как пациент, который привык к боли. Если оперированный живет, да. Если сделают не больно, то вот и прокалит. Нет, послушайте, ну мы-то знаем, что больно. Мы же говорим о населении, потому что это же все распространяется. Поэтому бесплатно тебе без анестезии, а за деньги с анестезией. Поэтому мы должны думать, как привлекать население. Да, это деньги. Я это понимаю прекрасно. Да, это больше возни, потому что анестезия – это более длительное пребывание. Это дневной почти стационар, насколько я понимаю. Но это надо делать, потому что нельзя. Вот эта история забесплатно берешь, что дают, а заплатно ты на коне – это неправильная история. И вот тогда, если мы с вами это… Нечего возразить. Вот это меняем, то, извини, дорогой, если ты уже при этих условиях не делаешь, то начинаются какие-то отношения юридические с определенной твоей ответственностью за твое здоровье. С определенной ответственностью. Мы к этому пришли. Павел Олегович, скажите, пожалуйста, как эволюционирует система диспансеризации с учетом вывода, поскольку вы на одном регионе можете вот это посмотреть и проанализировать, с учетом выводов и понимания состояния здоровья пациентов. Что на сегодняшний день там лишнее, а что туда надо добавить? Мы делали скрининг гепатита С в Московской области многие-многие годы. У нас никогда не было никаких приписок. У нас всегда было стопроцентное освоение тестов, потому что люди были максимально мотивированы, молодые люди. Везде было 100% тестирования и еще куча желающих. Почему? Во-первых, все достаточно хорошо информированы. Во-вторых, в Московской области существует система оказания медицинской помощи этим пациентам. Мы их излечиваем после выявления гепатита С. То есть понятно, ради чего делать скрининг. С этого года в России должен стартовать скрининг гепатита С во время диспансеризации. В Московской области это скрининг гепатита С, гепатита Б, алкогольные болезни печени. Какая интересная тема, кстати. И еще и косвенно неалкогольную жировую болезнь печени будем скринировать. Почему важно это? Потому что у нас есть востребованность, у нас есть понимание необходимости получения объективной информации о распространенности болезни. Она совершенно не такая, как многие эксперты представляют. Заболеваемость вирусными гепатитами гораздо ниже. Но самое главное, мы всем этим пациентам, в том числе с жировой болезнью печени, можем обеспечить правильную терапию в рамках программы ОМС. Поэтому, если говорить в части, касающейся гепатологии, конечно, я за то, чтобы четыре самых актуальных проблемы, повторюсь, гепатит Б, гепатит С, алкогольная болезнь... А это, кстати, какое исследование? Опросник Кейдж. Всего одна-всего четыре вопроса, и мы понимаем... Давно ли перестали пить коньяк по утрам? Ну, грубо говоря, да. И достаточно? То есть это... Если два и больше позитивных ответа, наш пациент направляется в рамках программы ОМС на специальную комплексную медицинскую услугу, диагностическая схема ведения. А еще не проводили этого? Мы это вот сейчас начали. Только сейчас. То есть вы придете, потом расскажете нам об итогах? О реальном распространенности... Распространенности алкогольной болезни. ...времени этой проблемы, да. И мы будем оперировать огромными массивами данных. Голосуем, коллеги. А все-таки диспансеризация – это забота о здоровье или бесполезный выходной? Так называется тема нашей программы. И при каких условиях, Павел Олегович? Довольно странно мне задавать этот вопрос, на мой взгляд. Рассчитывая на честный ответ. Столько сил положил на скрининг гепатитов, болезни печени в рамках диспансеризации, конечно, это очень важно. Более того, понимая, как развивается медицинская наука, я абсолютно убежден, мы должны очень активно менять наполнение нашей диспансеризации в соответствии с принципами доказательной медицины. Это очень важно. Павел Олегович. Диспансеризация – это хорошая, правильная идея, придумана для людей. Напомню, когда вы покупаете автомобиль, вы каждые 5-10 тысяч километров почему-то приезжаете и меняете масло. Религиозно просто. Приезжаете, иначе вы с гарантией слетаете, иначе там что-то ломается. Странно к своему любимому и единственному созданному организму относиться с меньшим пиететом. Поэтому, если вы уж машиной ухаживаете, свои любимые, так за собой можно поухаживать тоже, любимым. Юрий Александрович. Однозначно правильная история – это забота о своем здоровье и спасение собственной жизни, я говорю с точки зрения пациента. Но она заработает, когда будут отработаны все элементы диспансеризации, начиная от информирования и мотивации населения, и заканчивая, вот очень сложный такой есть термин в нашей медицине, маршрутизации пациента. А что потом, да? Чтобы мы как пациенты были уверены, что если что-то выявили, я попаду к специалисту, и у меня будет в рамках системы ОМС оказана бесплатная медицинская помощь. Вот эта вся цепочка должна быть очень серьезно отработана и отшлифована. Ну и мне кажется, очень важна такая в хорошем смысле требовательность пациента и к себе, и к результатам этих исследований. Мы понимаем, что диспансеризация сегодня важна, записаться на нее можно на сайте госуслуг, действительно сделано очень многое для того, чтобы мы заботились о своем здоровье, и я предлагаю этой возможностью пользоваться. Спасибо большое за внимание. Это была программа ДокТок с Велиной Закамской. До новых встреч.